Предварительное голосование идет полным ходом. В Октябрьском районе возле пикетов собирается все больше народа. По словам жителей района, за кого голосовать уже знают со своими избранниками, уже не раз встречались на дворовых собраниях. Я сегодня подошла, как бы хотела проголосовать за конкретного кандидата. Я считаю, что будучи депутатом, данный человек может изменить жизнь нашего города в целом и конкретно мою к лучшему. С помощью народных избранников жители надеются решить самые насущные проблемы, начиная от благоустройства территории и заканчивая отремонтированными тротуарами. Участники предварительного народного голосования уверены, им по плечу любая задача. Неразрешимых проблем точно нет. Проблемы, которые во дворах, они решаются, я считаю, очень просто при полном взаимопонимании между жителями и властью. Предварительное народное голосование уже прошло в Куйбышевском, Железнодорожном, Советском и Октябрьском районах Самары. Со вторника началось в Ленинском и Красноглинском. До 26 июня пикеты будут работать в каждом районе города по три дня. По итогам голосования определятся победители, которых партия выдвинет кандидатами на выборах в районные советы депутатов. Всего в Самаре в предварительном народном голосовании участвует порядка 900 человек. Кандидатами от «Единой России» станут 568. По итогам выборов, которые пройдут 13 сентября, представлять интересы жителей районов Самары будут 284 депутата. Павел Байваков, Артем Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова